дорогие друзья здравствуйте я илона я вас рада снова приветствовать на своем канале сегодня у нас будет особый рецепт а почему он особый потому что он семейный и очень вкусный мы будем готовить карабахскую гату или кету называйте по-разному но судя одна и та же мой папа родом из карабаха и он очень любит это блюдо и мама часто его готовила в детстве и вся семья наслаждалась рецепт на дрожжевом тесте простой легкий и очень-очень вкусный итак приступим приготовления сначала будем готовить тесто тесто на дрожжах как я уже сказала мне понадобится 20 грамм сухих дрожжей или эквивалент не сухих дрожжей щепотка соли 1 стакан теплого молока накроем пластиковой пленкой поместим в теплое место на 30 минут чтобы активизировать дрожжи в отдельные миски смешаем 3 яйца подробный рецепт со всеми ингредиентами будет под видео в описании пол стакана сахарного песка одну чайную ложку жидкой ванили или эквивалент сухой ванили и и один стакан муки все перемешаем затем добавим 100 грамм размягченного сливочного масла вновь перемешаем и добавим эту смесь к дрожжам которые уже активировались перемешаем вновь и будем себя сюда добавлять последовательно муку два с половиной стакана я советую добавлять примерно по стакану затем перемешивайте добавлять вновь так будет легче работать с тестом можете добавить муки чуть-чуть побольше важно получить тесто именно такой консистенции которую я покажу далее в конечном счете перемешаем миксером чтобы тесто было равномерно перемешано вот такое тесто оно мягкое и текучее липко закрываем пленкой ставим в теплое место на полтора-два часа до того момента как оно увеличится как минимум вдвое а теперь будем готовить пасть или начинку два стакана сахарного песка добавим 250 грамм размягченного сливочного масла начинку готовить очень легко тут важный есть момент нужно есть нюансы и необходимо, чтобы она была определенной консистенцией еще раз, это совсем не сложно и быстро смешаем сахарный песок со сливочным маслом затем последовательно добавляем 2,5 чашки муки возможно понадобится немножечко больше сначала добавляйте 2,5 стакана муки а потом я вам покажу, какая должна быть начинка и в зависимости от того, когда у вас это получится возможно вам придется добавить немножечко больше муки перемешиваем руками вот смотрите, какая она такая должна быть сыпучая но при этом, когда вы ее собираете рукой она не должна рассыпаться я сейчас покажу, как это должно выглядеть тогда хязь будет практически идеальным смотрите, как видите а вот так он хорошо сыпется вот просто великолепно он, кстати, очень вкусный, ароматный я, когда была ребенком, любила его даже просто так кушать его, кстати, можно убрать в холодильнике если у вас есть излишки и хранить какое-то время до следующего раза потому что он на основе тех продуктов которые, в общем-то, можно хранить в холодильнике ну, по крайней мере, неделю или две это точно тесто у нас подошло присыпем рабочую поверхность мукой оно очень мягкое, липкое разделим тесто на две части у нас получится две кяты из этого количества теста я работаю вот таким инструментом он очень удобен сформируем два таких колобочка не обязательно это делать так, как я делаю вы можете просто его сформировать произвольно эти два колобочка как вам больше нравится а затем будем по очереди раскатывать и делать непосредственно гяту или гяту, кяту вот так раскатываем тесто очень мягкое очень легко раскатывается очень приятно с ним работать раскатаем толщиной примерно один сантиметр не советую раскатывать больше потому что оно будет рваться он очень ломкое и мягкое и выкладываем половину начинки на поверхность первой части теста распределяем аккуратненько не доходя до краешков ну примерно сантиметра на два полтора-два сантиметра и будем собирать я собираю так вы можете собрать так, как вам нравится так, как вы привыкли как вам удобнее но на мой взгляд вот этот вариант он достаточно удобен при этом тесто не должно рваться потому что если вы сразу подтянете к центру края оно может у вас разорваться оно рвется не очень легко но если его растягивать оно может и порваться оно достаточно мягкое тесто поэтому имейте это ввиду потом разрывы нелегко будет восстановить целостность вот примерно так затем убедитесь, что оно закрыто со всех сторон а затем мы будем переварить чуть-чуть руками вот так распределим еще раз начинку и перевернем и сейчас опять немножечко немножечко примнем наш колобочек и сделаем вот так чтобы начинка лучше распределилась чтобы она была равномерно распределена выкладываем на противень с пергаментной бумагой и беремся за второй колобочек когда два колобочка готовы мы будем покрывать яйцом некоторые используют только желток но на мой взгляд в этом нет необходимости зачем же выбрасывать белок что же делать с белком потому что все равно получится золотистая корочка немного нужно взбить вилкой яйцо и будем намазывать кисточкой желательно кисточкой если у вас кисточка есть если нет ну тогда можете просто рукой это сделать хотя на мой взгляд кисточкой все-таки лучше и удобнее нанесем равномерно яйцо убедившись что края тоже покрыты яйцом и будем наносить рисунок рисунков существует множество я покажу два варианта вы можете либо найти в интернете другие варианты либо придумать свой собственный вариант какой вам нравится на самом деле здесь нет никаких правил важно проткнуть вилкой многократно чтобы влажность выходила потому что если вы это не сделаете киота может надорваться надломаться и треснуть кстати одна у меня немножечко треснула вот ну я видимо все-таки должна была еще больше сделать проколов вилкой если сделаете больше хуже не будет лучше сделать побольше я вам советую сделать больше к тому же по желанию мужа я положила больше начинки и получилось что само тесто у меня тоньше оказалось и в связи с этим это тоже может привести к тому что она немножечко треснет мы любим когда много начинки и мало теста поэтому делайте так как вам нравится можете ее не распластвовать сильно тогда тесто будет толще 360 градусов фаренгейта должна быть духовка или 180 цельсия и выпекайте 30-40 минут до образования вот такой красивой золотистой корочки она необыкновенно вкусная когда горячая просто необыкновенно а для хранения обязательно после остывания закройте ее пищевой пленкой со всех сторон чтобы она не высыхала потому что она достаточно быстро высыхает сейчас нарезаем и будем наслаждаться самый приятный момент вот видите у меня такой толстый слой начинки Ася вот мне кажется так гораздо вкуснее и приятнее когда слой начинки толстый посмотрите как получилось друзья мои надеюсь вам понравилось видео если да пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить уведомления о вновь вышедших видео а я вас поздравляю с весной желаю вам всего наилучшего радости счастья здоровья благополучия нам всем самое самое главное мирного неба над головой остальное все приложится с вами была Илона пока до скорых новых встреч